В первую очередь я хочу сказать огромную благодарность моему Богу за каждую минуту моей жизни на земле. За то, что Он меня милует, благословляет и хранит. За то, что я вижу вас, я Бога благодарю. Наш праздник был бы неполный без вас. Спасибо, что вы здесь. И я прошу об одном – присутствуйте здесь и духом, и душою, и телом. Пусть Бог благословит ваше сердце и восполнит ваши нужды. Еще раз хочу сказать с праздником вас. От души хочу сказать, что самое большое было зло, которое вошло в жизнь человека, через грех – это была смерть. Но Христос, придя в этот мир, Он победил смерть. И сказал смерть. Павел говорит, где твое жало? Ад! Где твоя победа? И он сказал, живу я, и вы будете жить. Жить будете мною, жить будете подражая мне, потому что я – живой Бог. Я оставил вам примеры, как человек должен действовать, жить и поступать. Я забочусь о тебе сегодня, потому что люблю каждого из вас. Поэтому, братья и сестры, сегодня пусть праздник придет в каждую судьбу и в каждую душу. Пусть радуются святые и прославляется имя Бога Живаго. В праздничный день я вам от души желаю. Желаю вам мира, радости и любви на многие, многие, многие годы и дни. Вы не против? Послушайте меня внимательно. Христос, когда воскрес, Он сказал три важных проповеди ученикам, просто встречаясь с ними, можно сказать, впервые. Первое – Он им сказал, мир вам. Это было в то время, когда двери, где они собрались, дома были заперты. Они в панике были и в страхе, потому что от своего друга и Спасителя многие из них отреклись, разбежались и ушли. И вот является Христос. «Скажите, пожалуйста, не это ли лучшее время сделать какие-то разборки? Просто объяснить людям, что же вы так меня подвели? Я же вас предупреждал». Правда? Но Христос, придя к ученикам, Он ничего подобного не сделал. Он сказал, мир вам. И ученики, написано, обрадовались, увидевши Господа. Они убедились еще раз, что это Он. Он живой. Он неизменен. Он предлагает Свой мир и Свою благодать. Я не знаю, что происходит в вашем сердце, но иногда так бывает, что наши сердечные двери закрыты. И чтобы открыть это сердце, надо сделать важное предложение. Чтобы это предложение заинтересовало человека. И вот Христос предлагает Свой мир. Я не знаю, как проходит ваша жизнь, но есть новая жизнь в Иисусе Христе, в мире, в спокойствии и в благодати. Да, ты закрывался, ты уходил от меня, но я снова и снова звал тебя, искал тебя, чтобы помочь тебе. Итак, мир вам. Второе, что Он сказал, придя к ученикам Своим, радуйтесь. Помните мое пожелание. Желаю вам мира, радости и любви. Помните, да? Радуйтесь. Радуйтесь, потому что я живой. Я принес, пришел к вам, чтобы возвратить все потерянное. Чтобы подарить вам праздник. Вы меня слышите? И лучший подарок, который человек может принять на Пасху, это Иисуса Христа в свое сердце. Если он этого не сделал или не делает, его праздник и радость будет неполная. Праздник приходит в нашу душу. Бог захватывает наш дух и перерождает. А потом и мы начинаем улыбаться. Слава Иисусу! Еще Он сказал, не бойтесь. Сегодня мы, как никогда, братья и сестры, нуждаемся в добрых примерах. Правда или нет? В добрых примерах для подражания. Христос в этом плане – яркий пример для нас. И я хочу сегодня проповедовать на тему «Яркие примеры из жизни Иисуса». Яркие примеры из жизни Иисуса. Вам всем еще одно пожелание. Живите так, Живите так, что люди, которые соприкасаются или столкнулись с вами, улыбнулись. А общаясь вместе с вами, стали лучше и счастливее. Вы не против? Благодарите Бога за все, и Он даст тебе больше, в чем ты нуждаешься и просишь. Радуйтесь и будьте благодарны, будьте благословенны и служите благословением для других. Итак, пример. Яркие примеры из жизни Иисуса. Я скажу вам искренне, мы ни в чем так не нуждаемся, как в достойных, ярких примерах. На уровне детей кто-то должен быть примером, на уровне подростков, на уровне молодежи. И чем больше этих примеров хороших, тем будет лучше и быстрее жизнь других изменяться к лучшему. Да, Христос на своем месте, но мы, следуя за Ним, должны отображать Христа в нашей жизни. Да или нет? Мы должны быть этим добрым примером. Люди смотрят на нас и наблюдают за нами. Итак, пример из жизни Иисуса. Первый пример – это пример служения и добра. Библия говорит, что сделал Христос перед Своими страданиями. Итак, если я Господний Учитель, обил ноги вам, то и вы должны обывать ноги друг другу. Почему я это читаю еще раз? Ибо я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что сделал я вам. Понятно, да, друзья? Я дал вам пример. Что это за пример? Как мы должны жить, вот, например, подражая Христу? Христос, Он был большим человеком. Он сотворил массу чудес. Он многим помог и исцелил их. Но вот здесь Он приходит к Своим ученикам. Написывал, снял с себя верхнюю одежду, там начал склоняться, ноги кому-то обывать, ученикам Своим. Удивительно то, друзья мои, казалось бы, Иисус, зачем Он у тебя все это? Исцеляй больных. Чудеса твори. Зачем тебе эти ноги? Но Он показал пример. В чем этот пример состоял? Он состоял в том, что люди, которым Он был ноги, в какой-то мере были недостойны Его. Из-за своего просто поведения. Но Христос еще раз показал свою любовь к ним. Он сказал, «Я знаю, что один из вас предаст Меня, я Ему ноги буду мыть». Вы меня слышите? Пример добрых дел – это я делаю не потому, что человек заслужил или достоин. я это делаю, потому что это мое призвание. Я это делаю, несмотря ни на что. Я это делаю в ответ на горечь и обиды. Что я делаю? Я зло побеждаю добром. Все просто. Действуйте. Буквально три дня назад позвонил мне Илья Жуков, это с Криворога, там есть такой брат, на том берегу живет. И он говорит мне историю такую, что я, когда уверовал, только покаялся. И в первую поездку, говорит, мы уехали в Киев и приехали к вам домой. Нас было двое. И, говорит, за меня, что, говорит, и ты взял, и нам помыл ноги. Я это запомнил на всю жизнь. Потому что это было начало мое уверование. Я не могу забыть. Я думаю, как это могло произойти? Вообще, кто я? Почему это произошло? Вы здесь? Почему я это говорю вам? Вот пример, как можно открыть сердце человека. Один из путей – это служа добром. Иногда словом добрым, да? Иногда делом. Бог не требует от тебя невозможного, правда? Не каждый может кому-то подарить 100 долларов, не каждый может тысячу. до ноги. Ты можешь? Делай то, что ты можешь делать. Будь добрым примером для других. Я рассказывал это, но я повторю. Наша группа одна миссионерская уехала на Украину, чтобы помочь маленькой церкви подняться. Пастырь их собрал и сказал, вот здесь будет собрание у нас каждый день. Вы будете проповедовать, приглашайте, а люди будут вас слушать. Мы, говорит, три дня проповедовали, и у нас уже проповеди закончились. Мы не были готовы к такой раскладке, к такому графику. И, говорит, когда в очередной раз пришли люди, а это были старушки, бабушки, после прополки со своих огородов пришли, просто для общения. И мы общаемся. И, говорит, удивительно то, что одному человеку пришло в голову мысль помыть им ноги. И они просто взяли водички, склонились эти грязные, ноги в бабушек помыли. Вы знаете, что произошло потом? В этом селении произошел взрыв. Если до этого люди так приходили иногда, то потом они пошли по всему селению и начали проповедовать Евангелие другим и говорить о том, что к нам приехали американцы и омыли нам ноги. Американцы, вы еще здесь? Я говорю очень искренне. Почему важно служить? Это одна из немногих возможностей открыть сердце человека. И пока оно закрыто, ты туда ничего не положишь. Пусть гром гремит, человек ничего не услышит. Надо сердце открыть для Иисуса. Аллилуйя! Вы не против, чтобы каждый, кто приходит к вам, чтобы каждый, кто соприкасается с вами, уходя от вас, стал лучше и счастливее? Вы не против? Действуйте! Действуйте! Поднимать настроение надо. Убивать его легко. Тут все специалисты. Поднимать его надо. Зажигать. Ободрять. Утешать. А потом и обличение примут. Аллилуйя! Вот ярчащий пример, что сделал Христос. Подражайте Ему и будьте благословенны. Пример номер два. Пример в Иисусе. Пример долготерпения. Смотрите, Библия говорит, в пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Дальше вы видите, что вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Ива и видели конец он от Господа. Ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Аминь или нет? Он показал пример долготерпения. Что это такое? Идя путем страданий, он все выдержал, все перенес и реагировал на отношения других к себе правильно. Где надо молчать, он молчал. Где надо говорить, он говорил. Долготерпение. Поэтому Библия говорит, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо принадлежащего ему радости претерпел что? Крест. Пренебрегший по сравнению его сел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем. Такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Если вам приходится периодически что-то претерпеть, терпеть трудно, терпеть не всегда получается, мыслите о нем. Не думай о том, что он сделан или она. Подумай, что сделан Христос. Подражай Ему. Подражай Ему. Помните, что бы в жизни ни случилось, с нами Божья милость. Аминь. Силы зла не сгубят тех, кто Бога любит. Аллилуйя. Претерпел. Вот представьте себе, вы встретили такого человека. Он сидит так спокойно, съежился. Вы спрашиваете, что происходит? Терплю. Черплю. Терплю. Правда, вроде бы это подвиг. Но в чем суть этого терпения, долгого терпения? В чем суть примера? Для меня очень яркий пример из жизни Иисуса – это то, когда закончилась вечеря с учениками последняя. Написано, они, воспевшие, пошли на гору Елеонскую. Обычно люди обращают внимание на молитвенную жизнь Иисуса. И это неплохо. Но я здесь, чтобы сказать вам, что они пели. И самое главное, почему я сегодня вам это говорю, что они пели не после очередного чуда, а когда он пошел на гору Елеонскую. значит, он уже шел с победой. Потому что радость – это предвестник настоящих и будущих побед. Суть не в том, с чем ты соприкоснешься после собрания сегодня или завтра. А суть в том, в каком состоянии ты эту проблему встретишь. И вот здесь Христос поднимает своих хористов и говорит, у меня новый этап в моей жизни. Я иду путем страданий. Давайте споем. Давайте споем. Потому что моя радость, она не зависит от обстоятельств или отношений других. она зависит от состояния моего сердца. Христос – мое утешение, моя радость. Он твой и мой мир. Слава Иисусу! Запомните, женщины, кто хочет быть покрасивее. Если вы хотите быть красивыми, то это не от макияжа зависит, не от прически даже, и даже не от красоты. А ваша красота зависит от того, какую вы песню поете, идя по жизни. Хорист, я вас вдохновляю. Какую ты песню поешь не в церковном хоре, а когда все идет против тебя. Какую ты песню поешь? Как многие сегодня поют плачевные песни. Видите ли, их обидели. У нас недавно был праздник Господу. И вы знаете, что удивительно. Так бывает иногда. Вот пригласил человека, он не пришел. И у каждого будет причина. Не пригласил, он обиделся. Что делать? Что делать? Запомните, если праздник, то он для всех праздник. Только не все празднуют, только потому, что не имеют правильного отношения к празднику. Если праздник пришел, то независимо, ты там присутствующий или отсутствующий, просто радуйся. Пой. И тебя обязательно пригласат в следующий раз. А когда только обида, то люди подумают, стоит ли связываться еще разочек с этим человеком. Будьте благословенны, радуйтесь. Я вас вдохновляю так жить во имя Иисуса. Следующая моя мысль, которую я хочу, чтобы вы услышали, это пример служителям, как мы должны служить. Пастырей умоляю я, Павел говорит, что пастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, куда нужно открыться. Пастите Божий стаду, как и у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной користи, но из усердия и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. То есть наше служение должно быть каким? Примерным. Это не служение ради служения. Это не потому, что тебя попросили что-то сделать, а потому, что ты без этого жить не можешь и делаешь это от души, с усердием и радостью. Правда, очень важно, очень важно то, как люди влияют на нас. Правда, важно? Но еще важнее то, как вы влияете на других. Важно то, как вы влияете на других. Я прошу вас ради Бога, окружите себя теми людьми, которые вдохновляют вас на благочестивую жизнь, которые не ведут вас в бары, а вдохновляют жить по-новому. Скажите слава Богу! Следующий пример из жизни Иисуса Христа, которому мы должны подражать, это пример любви. Послушайте, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего, единородного, самое дорогое, что у него было, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. живу я, и вы будете жить». Это самый дорогой подарок, который был предложен человеку, живущему на земле. И когда человек не принимает это, он объединяет свою жизнь. Делая подобные выборы, он просто несчастен. Но слава Богу, что для нас есть всех надежда. И наша надежда в ком? В Иисусе Христе. Скажите слава Богу! Смотрите, я вам объясняю пример любви Иисуса. Вы помните вот эту последнюю вечерю? Вы помните, что среди двенадцати был один предатель? Как его зовут? Иуда. Вот послушайте. Что Бог сделал для Иуды? Зная тот, что он предатель. И когда не ели, сказал, истинно говорю вам, один из вас предаст меня. Когда он это сказал, мне хочется кричать, Иуда, ты здесь? Это твой шанс. Это любовь Бога к тебе. Один из вас предаст меня. Все ученики встревожены, не я ли Господи? И, казалось бы, Иуда это повторяет, хотя знает, кто он есть. Один из вас предаст меня. Как это ужасно звучит. Иуда, очнись. Да, я понимаю, что ты взял деньги, да ты хочешь заработать, очнись. Смотрите, что дальше было. Они весьма печальны, если начали говорить ему, каждый из них, не я ли Господи? Он же сказал в ответ, опустившись со мной руку в блюду, этот предаст меня. То есть, что Христос сделал? Говорит, Иуда, еще раз шанс даю тебе. Я не называю твое имени, я не выявляю тебя при толпе, как предателя, но я тебе даю шанс и возможность измениться. Как? Опустивший руку со мной в блюду, тот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано у него, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше бы этому человеку и что? Не родиться. При всем Иуда, предающий сказал, не я ли рови? Иисус говорит ему, ты сказал. Иуда, это третья возможность для тебя покаяться. Ты сказал. Ты это сказал. Вот это любовь моя к тебе, Иуда. Иуда, после этого он встал, вышел и удалился с единственной целью, чтобы предать Иисуса. Какое твое отношение к Нему сегодня? Иногда мы своим поведением, своими грехами, своим неверием Его предаем. Но Он жив, Он есть, и Он грядет. И встреча с Ним неизбежна для каждого из нас. Как хочется, чтобы вы там стояли не с поникшей головой. Аминь? Еще пару примеров. Послушайте меня внимательно. Пример будущим нечестивцам настоящим и будущим. Какой? Послушайте. Ибо если не пощадил Господь первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых. Послушайте дальше. И если города Судобские и Гоморские осудив на истребление, превратил в пепл, показал пример будущим нечестивцам, а праведно лота утомленного между людьми неистов развратными избавил. Обратите внимание на этот пример. человека, который просто не примирен с Богом, ожидает суд. И этот суд будет справедливым. Важно все делать вовремя. Важно вовремя свою жизнь приводить в порядок. Вот смотрите, как Содом и Гомора и окрестные города, подобные блудодевовствовавшие и ходившие за иною плотью, подверглись казни огня вечного. Поставлены нам что? В пример. Точно так будет с этими мечтателями, которые скверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Это Бог предупреждает. Он оставил нам пример. Поэтому я вас прошу, наблюдайте за собой. Наблюдайте за тем, как проходит ваша жизнь. Наблюдайте, чтобы не грешить вам ни словом, ни делом. Запомните, что молчание это щит от многих бед, а болтовня всегда во вред. Кажется, язык в твоем рту очень мал, правда? Но сколько жизней он сломал? Но сколько жизней он сломал? И сколько построил? информацию мы несем в себе? Информация, которая убивает или наоборот окрыляет, оживляет и спасает? О Господи, помоги нам так жить. Аминь. Следующий пример, который оставил нам Христос, это пример святой жизни. Послушайте, как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведе вашем, но по примеру, скажите, по примеру, но по примеру призвавшему вас святого, и сами будьте святы во всех поступках ваших. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. Запомните, у вас вряд ли получится жить святой жизнью, если вас этому научили или вас об этом просят. Трудно получается отвечать на эти приглашения, но все изменится, когда вы любите Иисуса. Когда вы любите, для любимого ничего не жалко. Когда вы любите, для любимого всегда найдется время. И когда вы любите Его, а Он какой? Святой. то вы будете подражать Ему. Иначе грехами своими мы приносим Ему боль. Я не могу причинять боль, я не должен это делать тому, кого я люблю. Так или нет? Ответь Ему взаимностью, твоей любовью, на Его любовь. И ваша жизнь совершенно изменится. Какова моя жизнь? Как ее можно проверить? Один из лучших тестов, как можно проверить свою жизнь, посмотрите на человека, что он делает, когда у него есть свободное время. И вы сразу поймете, что это за христианин. Да, мы заняты, у нас мало времени, но обращайте внимание, что вы делаете, когда вы свободны. Даже если пять минут в течение суток вы будете делать то, к чему вы привязаны и что вы любите. Господь, помоги нам жить во всем, подражая Тебе. Наше христианство это отображать Христа, Его славу, Его характер. И если Христа у нас не видно, наше христианство очень что? Слабое. Наша духовность это не только молитвы даже, и не только чтение о Библии, но нас всех интересует, как христиан, просто прощение, уважение. Правда? В конце концов, порядочность, любовь, это и есть истинное христианство. Аллалуйя! Каков Христос, таковы и Христовы. Он оставил нам пример. Подражайте Ему, и у вас получится. Он здесь, чтобы помочь тебе. Последний пример, это пример спасения. Это седьмой момент. Павел говорит, верно, и всякое принятие достойно слова, что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников, из которых я что? Первый. И дальше Павел говорит, но для того я и помилован, чтобы Христос во мне первым показал все долготерпение и пример. Скажите, и пример. И пример тем, которые будут веровать в Его к жизни вечной. И здесь опять пример. Значит, как вы обратили внимание, это седьмой пример очень яркий из жизни Иисуса. Заканчивая, я хочу просто напомнить вам их еще раз. Первый пример показал Христос там, это пример служения. Второй пример долготерпения. Третий пример как служителя должны служить людям. Четвертый это пример любви. Пятый это пример будущей будущим нечестивцам. Шестой это пример святой жизни. последний пример что? Спасения. Правда, бывают в нашей жизни такие моменты, что хочется чистоты какой-то. Правда или нет? И когда приходит этот голод по святости, нас просто захватывает это настолько, что нам становится как-то трудно, невыносимо. и мы ищем путей, чтобы как-то разобраться в себе, просто удалить всякую фальшь и в отношениях, и в своем совершенстве, и просто быть тем, кем ты есть по сути. Правда, такое бывает? Хочется выбрать какой-то с этого порочного круга, и мы обращаемся к Богу. И хорошо, если мы это делаем. И когда приходит вот это озарение, нас посвящает радость о прекрасном. Мы начинаем приближаться к Богу, переживать Его. Запомните, исцеляющая печаль ради Бога сокрушает человека, и человек начинает каяться. Сокрушающая благодать, это Его любовь к нам, это то, что сделан для меня лично Христос. И запомните, лучший подарок, который можно принять на Пасху, это Иисуса Христа пригласить свою жизнь. Лучшего подарка нет, не имеет значения, сколько вы их получили в вашей жизни, но это лучшее, что Бог сделал для человека, чтобы помочь, возрадовать, спасти и благословить. И сегодня вопрос, как бы для нас, номер один, какое мое отношение к Иисусу? Давид, видя свою греховность, он молился так, Господи, многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие я создаю, и грех мой всегда предо мною. Запомните, что новый день это еще одна возможность или шанс изменить свою жизнь к лучшему. И Библия говорит, сегодня время благоприятное, сегодня день спасения. То есть, ты не знаешь, придет ли завтра в твою жизнь и судьбу. Важно не опознать, важно все сделать хорошо, важно все сделать вовремя. Поэтому не упускай эту возможность. Не забывайте, что Бог есть Тот, Который действительно упрощает наши беззакония. И сегодня просто совершите достойный плод покаяния. Это вас приблизит к Богу, это вас возрадует, это изменит вашу жизнь и вашу судьбу. Вопрос номер один, который в свое время задал Пилат, отдавая Христа на распятие. Он сказал, я чувствую, что он невиновен. что же я сделаю с Иисусом, называемым Христом? Да, Он воскрес, да, сегодня Пасха, но какое мое отношение к Христу? Именно ответ на этот вопрос определит твою судьбу в будущем. определит твою судьбу и самое страшное в жизни безнадежно опоздать. Сейчас мы встанем для молитвы. музыканты, хористы приготовятся петь. А мы будем свое сердце открывать шире для Иисуса, чтобы действительно Он начатую работу в каждом из нас закончил до полной победы. Аминь. И изменил нас в жизни так, как может это сделать только Христос. И если вы чувствуете, что это ваш шанс, ваш день, то придите ко Христу сегодня. Сделайте это не для меня, для себя сделайте. Это лучшее, что ты можешь сделать сегодня. Еще раз, многое ты не успеешь, но это лучшее, что ты можешь сделать сейчас. И если вы никогда не приглашали Христа в свое сердце, чтобы он изменил вашу жизнь, если вы не принимали еще этот драгоценный подарок, который пришел к нам с небес, Бог не предлагает тебе ненужных вещей, но любя нас, Он предлагает тебе то, что необходимо тебе прямо сейчас.